Всем привет, друзья! Это новый выпуск «Осторожно окрашено» и у нас сегодня вновь семейная тема. Привет, друзья! Вартан, только не говори, что тебе написал в этот раз друг-водопроводчик и семейный автомобиль попросил подобрать, чтобы, я не знаю, трубы возить. Я понял, Кирюх, это ты мне напоминаешь про Рено Сценик, да, который мы искали у моей подруги, которая из кинобизнеса. Но, кстати, если ты не смотрел этот выпуск, обязательно посмотри его у нас на канале. Нет, Кирюх, мы сегодня с тобой реально ищем семейный автомобиль для семьи. И, кстати, мы ищем автомобиль, который, ну, мечтают найти, если уж не все, то как минимум большинство. Нам нужен кроссовер семейный, полноприводный, надежный и по приемлемой цене. Поэтому смотри, какой шикарный вариант я тебе нашел. Так, Вартан, а кто тебе сказал, что ГЛК – это надежный кроссовер? Кир, ну это же Мерседес! Понятно. Но, кажется, ты не заметил, что вот именно это – это старый Мерседес. Ему 8 лет, и машина этого поколения уже давно в архиве. Хотя, что я придираюсь, по сравнению с тем, какие Мерседесы ты обычно присылаешь, это реально новый. Давай рассмотрим его повнимательнее. Премиум, значит, хочешь. Но посмотри на огромные зазоры между кузовными элементами. Вот, знаешь, словно это не настоящий автомобиль, а такая вот китайская моделька, уменьшенная копия, причем не самая точная. Знаешь, не из дорогих, из прикасовой зоны супермаркета. То есть, как бы вот в общих чертах вроде бы автомобиль, а вблизи… А вблизи, Кирюх, это ГЛК. Знаешь, кстати, как переводится? Гадай лучше, Кирилл. Давай поконкретней. Конкретнее. Ну, сравни, какой вот тут зазор между дверьми и какой между задним крылом и дверью. Разница чуть ли не двукратная. Даже значок Мерседеса на капоте криво установлен. И вообще, вот огромный стык капота и крыла. Стык крыла и двери. Зазорище, не зазор, между бампером и капотом. Парковочные датчики разного цвета. Причем, смотри, то есть, получается, у нас все признаки фронтального удара, но он, похоже, был такой силы, что дошло даже до задней части автомобиля. Потому что, смотри, выхлопные патрубки на бикрейн. Ну и вот мои любимые номерные рамки. Сзади есть, спереди нет. Что еще? Машина летом продается на шипованных шинах. Хотя, возможно, тут дело в том, что объявление-то размещено у нас еще в январе и фото старые. Но тогда просто сам факт, что вот машина до сих пор в продаже напрягает не меньше. Ну да. И, кстати, Вартан, это мы еще до салона не дошли. А теперь смотрим салон. Во-первых, странная форма и материал передней панели. Причем я как-то не вижу штампа вот со словом airbag. Возможно, передняя панель ремонтировалась после срабатывания подушки безопасности. Над передним пассажиром кривой потолок. И это уже не звоночек, это прям колокол. Это вот еще один признак того, что срабатывали подушки. И если бы мы браковали автомобиль по единственному серьезному недочету, вот как в прошлом выпуске, на потолке, собственно, осмотр бы и был закончен. Но ты, судя по всему, хочешь всю правду, да? Ну, конечно, раз уж начал рассказывать. Так, что еще я вижу? Я вижу, что указатель температуры на одной фотографии показывает минус полградуса, а на другой фотографии 24,5 градуса. Ну, значит, как бы и правда продают машину давно. Так, смотрим учет и... А тут дырка в учете. Два года машина без учета была. Вартан, судя по описанию, главное достоинство этой машины в том, что она на хорошей зиме. Ну, знаешь, как говорится, готовь сани летом. А отчет про авто читай до покупки. Что тебе говорит всесильный отчет? Слушай, ну смотри, формально у машины не было ни одного ДТП. Был один расчет ремонта на 100 тысяч рублей, но, по-моему, по мерседесовским расценкам это ничего серьезного. Куда важнее, что в отчете есть объявление о продаже этого ГЛК в декабре 2017 года в битом состоянии. Открываем объявление. Смотри. Мерседесу снесло всю переднюю часть. Сработали подушки безопасности. Но главное в объявлении подчеркивается, что ДТП даже не оформлялось. Есть даже скрин из базы. То есть, если бы не отчет про авто, мы бы, в принципе, даже не знали, что эта машина битая. Ну, то есть, база ГИБДД просто чисто. Дальше классика. В январе 2018 учет прекращается, в феврале 2020 возобновляется, а с января 2021 года буквы ГЛК вновь превращаются в Мерседес и начинают продаваться в целом виде. Хитро. Звони скорее. С удовольствием. Расскажите машине, как, что делалось что-то на ней. Аккумуляторы новые стоят, рычаг поменял, плодовое стекло поменял. Больше ничего, все остальные расходы. А лобовое разбито было, да? Ну, камень прилетел. А, ну, ничего серьезного. По кузову что-то делали? Больше я ничего не делал. А вот она просто у вас на зимней резине. Летняя есть у нее в комплекте? Или на зимняя даете? Нет, летняя уже закончилась. А, закончилась. А вообще по машине есть какие-то недостатки? Ну, у меня их нету. Я считаю, что все в порядке. Садись и ездить. Масло поменять в моторе через 2000. А вы когда покупали, не пробивали ее там на ДТП, аварии? Пробег у нее родной? Нет, мне нужны 2 машины, которыми надо было ездить. Я ее купил, поехал. И веру и правду над сумму столько времени. То есть, получается... Гаишники при оформлении смотрят, что все в порядке. Тогда они, если они в порядке, не ставят на учет. Не, ну, гаишники же, если бы машины ДТП было, все равно поставят на учет. Им какая разница? Просто так получается... Ну, мне без разницы. Мне надо было, чтобы машина ездила, а это все в порядке визуально. На подъемнике подняли, все посмотрели, все хорошо. А вы с рук машину покупали? Ну, просто она без учета же была, да? Да, я ездил на ней где-то полтора года по ДКБ, по Москве там работал. А, вы по ДКБ... Просто ездили по ДКБ? Потом закончилось работу, приехал просто... А, вы ее снятую с учета купили и просто не ставили, да? Да, да. Она не снятая с учета, она... Человека я покупал, когда она на учете, естественно, была в прошествии, там, сколько, 12-14, я не помню, мне дается. Он ее пошел, снял по договору, что у нее была продана машина, чтобы она не числилась. А я ездил так уже по ней, сработка-то была, не по его минутке. Никто вопросов не задавал. Отработал, вернулся, поставил на счет, ездил дальше. Получается, вы ее битой покупали, если она стояла на учете, когда вы купили? Как я могу ее битой купить, если я целую покупал? Так она продавалась, вот когда на учете стояла, она битой продавалась. Слушайте, от меня вы что хотите сейчас? Слушайте, я ее продаю сейчас целую, покупал ее целую. Другой информации у меня нет и не будет. Я понял. Нет, я просто хочу понять... Смотрите, в декабре 17-го... Мне говорите, что она битая, я говорю, что она у меня целая была. Она просто... Определитесь, что вам надо поговорить со мной или купить машину. Просто в объявлении было написано, что ДТП не зарегистрировано, но есть продажа... Ну, объявление о сбитой машине этой. Как бы морды нету, все подушки стреляны. Я вот поэтому не могу вот это сопоставить. Вы говорите, она вроде в идеале, а у нее морды не было. Ну, значит, отремонтировал, отремонтировал и продал. Проблема с машиной ремонтировать у нас. Вы же говорите, что вы при покупке сняли ее, продавец снял с учета. Слушайте, до свидания. До свидания. Кирюк, согласен, с премиумом я переборщил, поэтому лови вариант попроще. X-Trail 17-го года с пробегом до 60 тысяч. Прям как в учебнике. ТО-60 у Ниссанов обычно дорогое, и тут вот продают машину прям на грани. Интересно, а вот вертикальные фото в 2021 году это признак традиционализма, скажем так, или тиктокера. Судя по деревьям, на фото машина продается с весны. Смотрим на стык капота и крыла. Над правой фарой вроде бы все окей, а над левой стык неровный. Поврежден колесный диск. Вот вроде бы мелочь, да? Ну, обычная бордюрка. Но это же кроссовер. Посмотрите на высоту и на вылет резины относительно диска. Это вот каких размеров должен быть бордюр, чтобы так повредить диск. Да еще и слева, с водительской стороны. То есть, ну, ту сторону, которую люди обычно лучше контролируют. Что-то мне не нравится стык верхней части водительской двери. Он очень уж неаккуратный. И, кажется, с другой стороны такого нет. Ха, Вартан, это твой новый прикол, что ли? Потолок над водителем. Снова с заломом. То есть, вот, залом, значит, срабатывала шторка безопасности. Мы только-только это проходили. Как ты вот находишь объявление раз за разом, которое вообще нужно отсеивать на ранней стадии? Ну, окей, смотри. Я хотел сейчас сказать, что я, типа, тебя проверяю, но не буду врать. Я тупо не доглядел. Прости. Ладно. Смотрим на зазор правого переднего крыла и двери. Он, кажется, больше остальных. Плюс детали по цвету, точнее, по оттенку не совпадают. В общем, моя ставка. Сильный удар в переднюю часть, который сместил дверь и точно вызвал срабатывание подушек безопасности. Попал? Ну, сейчас узнаем. Смотри, по отчету. Машину купили в 2017 году, и с тех пор она была мечтой просто любого охотника за X-Trail с пробегом. Согласно по отчету, машина ездила очень мало, обслуживалась регулярно и еле-еле за год накатала 10 тысяч километров. И все бы хорошо, если бы не ДТП в мае 2020 года. В июне, то есть год назад. Машина продается битой за 620 тысяч рублей. У нее сильный удар спереди-слева. Переднее колесо покошено. На некоторых фоток даже видно, что оно как будто ушло в салон. Сработали все подушки безопасности. Дальше, в августе 2020 года у машины меняется собственник, который, видимо, прочитал книгу, как быстро заработать миллион. Потому что с апреля 2021 года машина продается целой за 1 миллион 600 тысяч рублей. Но на миллион дороже, чем битая. Судя по всему, он книгу не дочитал, поэтому на машине пришлось ездить. И новый собственник за пару месяцев накатал годовалую норму предыдущего владельца. Бартан, кажется, все равно это шанс обсудить успешный успех. Звони скорее. Набираю номер. Расскажите, как, что, ну, что-то делалось, какие-то недостатки. Ну, по рассказам предыдущего владельца делал спирит. Менялось два крыла, капот и бампер. У нее было небольшое ДТП, но просто она решила заменить. А, морда была добитой. Да. Остальное все заводском окрасе. Ну, радиаторы там, панель передний, это все родное. Там видно, ничего не трогано. Панель все родное, да? Да, это в родное можно проверить. Это вы проверяли, да, делали проверки? Ну, когда покупал, да. Когда покупал, да. А есть фото? Мне интересно, когда приехал, посмотреть. А фоток нету случайно удара? Нет, нет. К сожалению, не дала она мне. Я такая женщина была. Просто, чтобы понимать, насколько сильный удар был, что подушки там целые, не целые. Внешне все абсолютно целое. Ничего там... Я умею определять, как менялись подушки или нет, но там точно по торпеду все это оригинально стоит. Не, по торпеду-то может быть оригинально, а внутри вместо подушки безопасности старая футболка. Слушайте, ну, вообще-то я проверял еще на диагностике. А, вы проверяли, да, все? Да, да. Ну, естественно, приезжаю. А где покупали, если не секрет? Шрук покупал. А, ну, объявление нашли, да? А где? Да. Также на автору объявление было? Также на автору было объявление? Нет, я покупал шрук, я эту женщину сам знаю. Она недалеко на авторах работает. С ней вообще связь есть. А так она сейчас на вас оформлена или на эту женщину? Не, на меня она нет. Ну, это не знакомый человек. Вот, поэтому... Потому что сейчас масса способов проверки проверяете, не знаю, смотрите. Да. Мне скрывать нечего даже. Нет, год катаетесь уже, продаете. Если не секрет, почему. Не секрет того, что у меня вот сейчас у меня родился ребенок второй. Вот, я сейчас беру ипотеку еще одну. Точнее, надо увеличиваться, так сказать, в размерах квартиры. Поэтому... Вы, я скажу, отважный мужчина, вторую ипотеку брать? Нет, не то, что вторую. Ну как, одну, короче, одну сдаем, вторую берем, ну, другую квартиру. Я понял. Меня просто один момент вот смущает, что она до того, как вы ее на учет поставили, она битая продавалась, правильно? Наверное, да. По времени выглядит так, как будто вы ее битой взяли, восстановили, сейчас просто продаете. Я ничего не брал, битую, значит, что она продавалась. Вот такие есть. Приезжайте, смотрите, не разрешу я скажу, давайте не будем терять денег. Не, хочется по телефону просто все понять, что... Ну, смысла нету, если сейчас... Ну, я же говорю, что она была битая машина, ну, мы ей говорили об этом, поэтому я не говорю, что как вот в автосалоне открываешь любой дилер, у них у всех один хозяин, где-то ни одного ДТП. В автосалонах тоже говорят, что у них там все целые подушки, все, а ты приезжаешь, просто отчет открываешь, а там машина перевертыш со всеми сработанными подушками, они ее взяли, сами восстановили и продают. Так что, чтобы зря не ехать, смотрите, мне там, это актуальный винт. Сейчас мне не проблема в Москве найти. Оно же, знаете, бывают перекупы, которые тоже говорят, ой, ребенок родился, квартиру покупаю, как будто не знал, что у него ребенок родится. Слушай, дружище, у меня правда родился ребенок, я тебе могу сейчас его фотку прислать. Не-не-не, я не про вас, ни в коем случае не подумайте. Это первый момент. Я тебе могу поклясться, что вы меня родите. Не-не-не, вы не подумайте, я не про вас. Это тоже 100%. То, что я не перекуп, ну, посмотрите мой номер, я не знаю. По оформлению, давайте по оформлению. Ну, я понимаю, что договор, вы пишете сумму, какую мы пишем в ДКБ. Чего-чего? Сумму, сумму, какую мы пишем покупки. Вон она пишется. Ну, вот сколько, миллион шестьсот, да? Ну, насколько договоримся, я не думаю, что вы все равно будете торговаться, поэтому, ну... Не, я к тому, что мы не будем там писать триста тысяч. Угу. Все. Все, супер, я понял, да. Друзья, самое время узнать, как поживает Порше Кайман, который купили мы для того, чтобы разыграть среди вас. Слово Кириллу. Машине три года. Эти три года, пускай не сильно, но все же сказались на внешнем виде автомобиля. Следы эксплуатации есть как на кузове, так и в салоне. Мы уберем эти следы, чтобы машина выглядела как новая. А заодно зрители осторожно окрашена, которые замечают все потертости на руле и все трещинки на коже, смогут откалибровать свой глазомер, чтобы увидеть, как должен выглядеть пробег 30 тысяч километров на ухоженном автомобиле. Во время первого осмотра моя главная претензия была к ремонтному окрасу переднего бампера, который выполнили не очень качественно. Для большинства это незаметно, но зрители осторожно окрашены точно не пропустят такой недостаток. Поэтому мы его перекрасим. Заодно, сняв бампер, я надеюсь убедиться в том, что никаких серьезных ДТП не было и кроме собственно бампера больше ничего не пострадало. Друзья, мы обязательно будем возвращаться к этому Поршу в следующих выпусках. А сейчас я расскажу, что вам нужно сделать, чтобы его забрать. Купить всего лишь один отчет про авто, и ты автоматически становишься участником розыгрыша. Все подробная информация в описании под роликом. Кирюх, окей, сдаюсь. Вот тебе золотая середина, так любимая тобой Вольво. Да, лось. 2013 год, 67 тысяч пробега, как там говорил Станиславский. Так, смотрим на правую сторону. Вартан, как ты думаешь, тут не родные двери или крыло? А с чего ты это взял? А смотри на оттенок. Двери темнее, крыло светлее. Ну да, есть. А как понять, что именно менялось? По зазорам. Сравниваем правую сторону с левой и видим, зазоры разные. Справа они большие. Плюс углы переднего правого крыла и передней двери стыкуются неровно, значит, ремонтные тут двери. А вообще, я уверен, что не только они, но и вся передняя часть. Потому что смотри на зазор между бампером и капотом, ну, он какой-то прям чрезмерный. Вдобавок, если на первом фото видны два отличающихся оттенка, то вот на четвертом заметно, что машина покрашена в три разных цвета. С правой стороны эту машину вообще, по-моему, фотографировали зря. С зазорами там прям беда-беда. И вот каждый новый ракурс открывает нам новые грани этого автомобиля, которые вот в случае с целой машиной мы вообще видеть не должны. Судя по седьмой фотографии и блеск украски. У этой сороковки вообще весь правый бок ремонтный и сделан он из рук вон плохо. Идем дальше, Вартан. Ну, раз уж начал, рассказывай, конечно. Подкапотка. Выглядит нормально, но на крепление бампера не хватает одной клипсы. Слышишь звоночек? Дзинь. Кстати, подпишись на наш канал, чтобы тоже слышать колокольчик, когда выходят наши новые ролики. Дальше салон. Тут явно выделяется материал обивки передней панели. То есть есть вероятность, что эта панель перетянута после срабатывания подушек. Туда же, собственно, отправляем незаправленный уплотнитель в проеме водительской двери и вот такой вот пожеванный потолок. То есть, скорее всего, открывалась еще и боковая шторка. Аэрбэк в водительском кресле тоже срабатывал, судя по всему. Об этом нам говорит небрежно заштопанная боковина. Вот посмотри на шов. На заводе так криво не шьют. Провисший и такой мятый ремень безопасности говорит нам о том, что преднатяжители тоже срабатывали. Был ли сильным ударом? Вот тут не факт, потому что у Вольво чуть что срабатывает вся безопасность. И, собственно, вот здесь она вся и сработала. Неровный зазор в области коленной подушки говорит нам о том, что она тоже отстрелилась. Жуть. Это еще не все. В проеме пассажирской двери вот снова видны следы заломанного потолка. Вартан, вообще, ты точно прикалываешься, а? Нет, Кирюх, честно, не прикалываюсь. Просто я купился на такие подробные фото. Вот снизу фотографируюсь. Значит, ну, прям не скрывает ничего. А что он тут не скрывает? Я по фото снизу вижу, что машине уже давным-давно ничего не меняли. Потому что некоторые болты у нее успели заржаветь. В общем, жуть. Если вот это все по фото видно, то вживую, наверное, на это больно смотреть. И косвенно это подтверждает описание. Описание это плать человека, который отчаялся продать машину. Судя по всему, в машине есть недостаток, на который указывают все покупатели, но с которым не хочет считаться сам продавец. И, судя по описанию, продает он машину настолько давно, что знает уже особенности всех категорий покупателей. Ну, то есть, получается, что продает он ее прям очень давно. В общем, мой вердикт. Бита в правый бок, открылись все подушки, сработала вся безопасность. И, судя по всему, ее брали битую на продажу, но сэкономили на восстановлении и машина задержалась. Вартан, что говорит отчет про авто? Поехали. В июне 2016 года ДТП. На схеме отмечен весь правый бок. В августе рассчитан ремонт на 800 тысяч рублей. Указан ремонт и замена почти всех деталей по правому боку, Кирюха. Это, видимо, обескуражило владельца. И в январе 2017 года машина продается битой за 295 тысяч рублей. В апреле 2017 года у нее меняется собственник, Вольво покупает нынешний продавец, а в ноябре 2017 года машина продается целой за 1 миллион 150 тысяч рублей. О-о-о, он начал продавать ее почти 4 года назад. Так и я о чем? Слушай, Кирюха, а как думаешь, указал ли продавец недостатки в своем первом объявлении? Думаю, нет. Неправильно, указал. Честно написал, что по кузову есть дефекты, царапины. Дальше человек 4 года пытается продать машину, разместил несколько объявлений и все 4 года в объявлении указано разбито лобовое стекло, которое не мешает обзору. И также за 4 года в объявлении не появилось ни слова о ДТП, Кирюх. Ставлю мороженое на то, что по телефону тебе о ДТП тоже ничего не расскажут. Обожаю мороженое. Звоню. Звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнал. Полноприводные кроссоверы нужны всем. Ныне это самый популярный тип автомобиля. Именно поэтому в условиях дефицита и растущих цен в хорошем состоянии и недорого такую машину вам никто не отдаст. Но как показали наши предыдущие выпуски, когда мы купили два совершенно разных автомобиля, хорошие машины на рынке есть. Чтобы их найти, нужно быть просто внимательными, пользоваться нашими советами и не забывать про отчет про авто. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok